здравствуйте уважаемые телезрители уж не знаю сталкивались ли вы с этой проблемой но мне доводилось недавнее время ездить поездом и когда ты оказываешься в купе и в этом купе купе есть храпящий человек то едете вы конечно же с трудом я думаю что с этой проблемой сталкивались многие и не понимаю честно говоря как терпят свои ночи рядом со своими были храпящими близкими все вот эти вот многие люди и мужчины и женщины сегодня мы будем говорить не просто о храпе а очень серьезной проблеме которая стоит рядом с ним там за ним которая называется апноэ отсутствие дыхания и которая на самом деле является маленькой смертью ночью человек утром оживает а вот ночью он чуть чуть умирает итак сегодняшняя тема консилиума храп и апноэ и я прошу диана шумейка представить вам экспертов выпуска я рада приветствовать всех кто нас сейчас смотрят эксперты выпуска сомнологи терапевты от арина ларингологи и врачи анестезиологи в частности владимир михайлович мавродий элина владимировна бережная ирина александровна тиора александр сергеевич юрин и павел александрович запорощенко что же касается гостей студии то будет у нас сегодня два эксперта сомнологи и врач анестезиолог сомнолог представляет одесский санаторий санаторий белая акация а также киевскую лабораторию укртелемед лариса михайловна чумаченко сотрудник центра респираторной поддержки лаборатория сна укртелемед врач функциональной диагностики санатория белая акация окончила одесский государственный медицинский институт имени пирогова в 1985 году интернатуру проходила на вазе 3 городской клинической больницы с 1989 года работает в диагностическом центре одесского областного консультативно-диагностического центра последние годы занимается лечением храпа и апноэ в связи с этим тесно сотрудничает с киевским центром респираторной поддержки лаборатория сна укртелемед постоянно делится своим опытом с коллегами в этом направлении во время выставок медицинского оборудования и конгрессов которые проходят как в украине так и за ее пределами например в барселоне в санатории белая акация работает с 2008 года сотрудником киевской лаборатории сна укртелемед является с 2000 года отмечу что специалисты сегодня представляют клинику и многопрофильную поликлинику интасана лабораторию сна укртелемед санаторий белая акация а также 11 городскую клиническую больницу выходим мы в прямом эфире номер телефона 706 38 87 звоните задавайте свои вопросы и наши эксперты постараются в студии на них ответить еще один эксперт в студии врач анестезиолог и представляет клинику интасана валерий юрьевич артеменко заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии клиники интасана окончил одесский медицинский национальный университет в 1998 году интернатуру проходил на базе детской областной клинической больницы где и остался работать при выборе специализации сомнений не было сразу же решил для себя что будет заниматься анестезиологии ведь это направление в медицине позволяет ему активно применять новые технологии а еще и заниматься научной деятельностью в 2010 году прошел обучение в киевской лаборатории сна укртелемед с того времени стал больше внимания уделять таким явлениям как храп и апноэ то есть остановка дыхания во время сна в последние годы активный участник европейской школы анестезиологов которая проводится в одессе под руководством олега александровича тарабрина работает в интасане с 1998 года ну что ж я приветствую экспертов здравствуйте доктор здравствуйте давайте вот сначала я понимаю что и сегодня вот у нас серьезные специалисты в экспертах врачи первого уровня те кто называются семейными врачами поликлинические специалисты они вообще размеры этой проблемы ее важность понимают или пока что недостаточно но давайте вот начнем вас коллега мне кажется недостаточно к сожалению потому что по обращаемости пациентов которые практически ищут врачей сами через интернет они приходят по направлению врачей можно судить о том что как бы они предоставлены сами себе поиски своих проблем я так понимаю что проблема некачественного сна довольно часто вообще не озвучивается между пациентом и врачом ну мне кажется что если пациент сам не жалуется на сон этот вопрос просто не задается а пациент может просто как бы забывать и думать что проблема не связана пациент жалуется на то что с ним происходит дневное время и опускает то что происходит с ним ночь поэтому так оно и получается хорошо и сейчас мы посмотрим новости одесской медицины за прошедшую неделю на всех пляжах города морская вода соответствует нормативным требованиям это касается таких одесских пляжей как лузановка ланджерона трада дельфин аркадия чайка 10 станция большого фонтана курортный 13 станция большого фонтана и золотой берег 16 станция большого фонтана как сообщает управление госпрод потреб службы в одессе по состоянию на 29 июля этого года принятие морских ванн на всех городских пляжах разрешено без ограничений всемирный день борьбы с вирусными гепатитами прошел на прошлой неделе традиционно этот день проводится 28 июля с 2010 года дата это была выбрана не случайно это день рождения баруха блюмберга нобелевского лауреата врача ученого который открыл и описал вирус гепатита b он же являлся одним из создателей вакцины первой вакцины против вируса гепатита b именно в этот день одесские медики в сотрудничестве с общественными организациями провели акцию возле облгосадминистрации акция направлена то чтобы объяснить властям одесской областной администрации что сегодня нужно не просто закладывать деньги на медицинские препараты для лечения гепатита c но еще и это эти препараты должны быть высоко активными вирусные гепатиты вообще это группа заболеваний которая повреждает группа заболеваний которые характеризуются повреждением преимущественно печени обратите внимание я не сказала о том что это повреждение только печени это преимущественное повреждение печени организаторы акции волонтеры и мед сотрудники разъяснили желающим что собой представляют вирусные гепатиты как они передаются какова сегодня диагностика и лечение а также последствия заражения почему его называют ласковым убийцей да могут быть какие-то проявления клинические какой-то дискомфорт в области желудочно-кишечного тракта но быстро проходящий или такое что пациент не сильно обращает на это внимание может быть такое что никаких симптомов тоже не наблюдается то есть человек является носителем гепатита c а спустя какой-то промежуток времени это может быть и 10 и 15 лет уже он начинает свое коварное действие ежегодно в мире от различных форм вирусных гепатитов от последствий от осложнений вирусных гепатитов погибает более 1 миллиона человек ну и по расчетным данным эксперта всемирной организации здравоохранения сотни миллионов человек в мире инфицированы одним либо несколькими вирусами гепатитов кроме того в мероприятии участвовали идти люди которые лично столкнулись заболевания они поделились своим жизненным опытом на своем диагнозе я догадывалась давно лет наверное 10 назад но появилась возможность точно установить этот диагноз то есть я протестировалась семьи еще подтвердила это лаборатории независимой в общем диагноз что у меня гепатит c лечение стоит очень много а диагностика в пределах где-то двух-трех тысяч получается потому что там нужно проверить там три или четыре основных нужно дать анализа которые стоят вот где-то в этих пределах пациенты которые живут с болезнью советуют тем кто впервые столкнулся с диагнозом гепатит c во первых не огорчаться не опускать руки потому что есть лечение есть финансирование на сегодняшний день его можно вылечить намного лучше обстоят дела чем это было пару лет назад вот ну а людям которые еще не знают об этом обязательно профилактика не ждать пока потому что ударит грим и окажут пойти профилактически провериться обязательно в ходе акции все желающие могли бесплатно пройти экспресс-тестирование на гепатит c всего обследования прошли свыше 120 человек при этом было выявлено 10 положительных результатов диагностических тестов а вот одним из методов профилактики вирусных гепатитов является вакцинация но к сожалению на сегодняшний день вакцины разработаны лишь для вирусов гепатита а и для вируса гепатита b вакцинация детей от гепатита b включена как обязательная плановая в национальный календарь прививок в украине проводится она трехкратно в роддоме после рождения ребенка и в детской поликлинике в 1 и 6 месяцев отметим что в июне одесса получила 13 тысяч доз вакцины для профилактики гепатита b поэтому сегодня все родильные дома и детские поликлиники ею обеспечены в достаточном количестве как сообщают в департаменте охраны здоровья одесского городского совета на закупку препаратов инсулина в этом году из городского бюджета выделено 4 миллиона 730 тысяч гривен таким образом пациенты которые страдают сахарным диабетом и нуждаются в инсулине бесплатно обеспечиваются препаратами как за счет государственных поставок так и за счет средств местного бюджета отметим что в одессе на диспансерном учете состоит свыше 39 тысяч пациентов с сахарным диабетом в том числе 159 детей и 63 подростка из них более 6000 человек страдают инсулинозависимым типом итак возвращаемся к нашей серьезной теме которая как мы уже заметили недооценена врачами первого уровня насколько я понимаю вот эта недооцененность выражается в том что пациенты приходят с определенными симптомами а врачи скажем так забывают задать вопрос а как вы спите приблизительно так приблизительно так но наверно не только недооцененность но и недостаточно интересное отношение то есть спите какая разница как вы спите какая разница как вы спите хорошо давайте для того чтобы люди смогли понять с какими скажем так симптомами могут приходить люди страдающие апноэ к врачу общего профиля какими симптомами они могут обращаться скажем казалось бы не имеющими отношения к сну доктор с любыми но все-таки основные причины например гипертония прием препаратов человек давно страдает гипертонией назначено достаточно хорошие и много препаратов нет устойчивого эффекта особенно повышается давление в утренние часы например боли аритмии по ночам это то что касается например кардиологии любые аритмические события в ночное время к урологам могут приходить пациенты жалующиеся на частое ночное мочеиспускание например невропатологи то же самое головные боли неудовлетворенности ночным сном вот там могут звучать фразы про сон повышенная утомляемость с сонливость то есть на приеме у любого врача любого профиля доктор должен спросить как минимум как вы спите храпите ли вы замечали ли ваши близкие прерывистый храп остановки дыхания во сне устаете обратим доктор на это внимание то есть фактически человек вообще может прийти скажем так состояние любому врачу доктор я у меня хроническая усталость нету энергии не могу заниматься делами и начинает идти по целой батареи обследований начинают искать анемию или там какие-то другие серьезные системные заболевания правильно как правило это так 50 процентов наших пациентов приходится приходят после всех кругов мы назовем это так комфортно кругов а до нашей медицины говорят нас никто не может нам никто не может помочь никто не может поставить диагноз помогите и слава богу если таких ситуациях наши коллеги сами направляют уже не хоть немножко озадачившись вопросами сна но 50 процентов приходит все-таки пока самостоятельно и так уважаемые телезрители мы говорим о проблеме которая может выражаться в целом ряде симптомов сердечно-сосудистых заболеваний в высоком давлении особенно утром хронической усталости и ряде других симптомов и причина может лежать в нарушении дыхания ночью эти нарушения дыхания как мы чуть чуть позже убедимся могут быть достоверно изучены выявлены и причина этих проблем может оказаться именно вот там как это выявлять мы поймем а сейчас для вас небольшой наш маленький сюжет о том что же означает вот это слое слова об но и ап но и в дословном переводе с греческого это слово означает остановка дыхания само по себе это состояние не опасно многие люди умеют задерживать дыхание по собственному желанию опытные ловцы жемчуга способны не дышать до семи минут обычный человек без тренировки может задержать дыхание примерно на 40 секунд однако бывают остановки дыхания и без воли человека например во сне это уже признано медицинским сообществом патологией так как они могут достигать 2-3 минут причем от 10 до 15 случаев в течение часа существует три типа апноэ во сне центральная когда мозг на какое-то время перестает посылать сигналы дыхательным мышцам и они бездействуют тем самым приводя к остановке дыхания абструктивное когда сигнал поступает но воздушный поток прерывается из-за того что просвет дыхательных путей слишком сужен смешанное когда существуют причины как центрального вида так и абструктивного апноэ сна входит в международную классификацию болезни распространенность заболевания составляет от пяти до семи процентов среди них тяжелые формы примерно два процента случаев вы увидели сейчас очень характерную картинку когда вот эти органы горла да ротоглотки ротоглотки когда в результате каких-то определенных причин либо того что человек тучный и его организм расслабленный либо в результате дозы алкоголя например либо в результате каких-то других причин снотворные опять-таки мышцы расслабляются и мягкие ткани перекрывают дыхательные пути и вы видели характерно я думаю что родственники таких людей очень хорошо меня сейчас поймут когда спящий человек прямо во время сна он его организм пытается сделать вдох а вдоха нет и в происходит несколько вот таких попыток прежде чем уж извините я сейчас сымитирую да прежде чем человек мучительно прорвавшись через вот это почти проснувшись но не проснувшись до конца делает и вот так вот он ужасно делает несколько вдохов и после этого опять дыхание угасает и он опять не дышит вот эта серьезная проблема за ней происходит ряд физиологических проблем которые мы сегодня продемонстрируем на графиках хорошо вот это расслабление вот это перекрытие дыхательных путей в результате чего оно происходит это закономерное расслабление мышц во время сна человек когда засыпает проходит определенные стадии сна одна из называется солнце сновидениями вот когда он доходит до этой стадии сна происходит запрограммированны расслаб ate мышечные расслабления не все уже у справки и расслабление есть у всех но не у всех есть апноя но не у всех перекрывается до конца то что мышечное расслабление происходит если человек здоров но и не будет если есть какая-то предрасположенность в это что вы говорили избыточный вес особенно когда короткая шея много отложений жировых если есть Есть возрастные изменения нервно-мышечного аппарата, есть изменения анатомического скелета, при гипотириозе, есть ряд предрасположенностей, происходит апноя. И самое главное, если есть длительный хронический храп, без храпа не будет апноя. То есть фактически храп, который мы встречаем у людей, это как бы предварительная стадия перед тем, как наступает апноя? Это подготовительная стадия апноя, это очень серьезный сигнал, повод задуматься. И наша старая история о том, что храп это признак богатырского здоровья, к сожалению, давным-давно ушла на задний план. Храп это признак начинающегося заболевания. Просто изначально, когда нет полного перекрытия, храп может просто приводить к дискомфорту. Когда развивается апноя, это уже серьезная соматическая патология, которая приводит к большому количеству вторичных изменений, о которых мы поговорим позже. Так, хорошо. По поводу храпа для начала. Знаю одну семью, где выпивающего мужа, который спит на спине, и, соответственно, ночью у него начинается храп. Жена просто, ну, рассказывали мне, берет волевым движением руки, берет его за голову, она тоже практически не присыпается. Она берет, поворачивает его голову на бок, не сворачивает, конечно, шею, ну и он как бы меняет позу, и храп прекращается. То есть, в принципе, такая, ну, скажем, вторичная мера по избавлению от храпа. Поза сна влияет на возникновение храпа? Конечно, влияет. Потому что при наличии абструктивного апноя сна, не тяжелой степени, положение имеет место. Человек на боку может действительно меньше храпеть, либо вообще не храпеть. Но если люди пытаются ограничиться только положением, не определяя внимание остальным терапевтическим методам, то это ненадолго. Пройдет время, все равно доберется вес, все равно ухудшатся факторы, которые провоцируют развитие апноя, и все равно будет апноя. Есть, знаете, вот эти картинки, там, в женских журналах, позы сна, как супруги спят друг с другом. Храп, он еще и мешает же и супругу спать. Да. То есть, в качестве временной меры, до того, пока там ставим диагноз, рекомендуем спать на боку, на животе. Отучиться спать на спине. Отучиться спать на спине. Отучаемся спать на спине, уважаемые храпуны. Ну что ж, дальше, в следующей части нашей программы мы изучим вообще, как бы, взаимосвязь храпа и апноя, и изучим, скажем так, те стороны, физиологические процессы, которые возникают в том случае, если на протяжении ночи человек определенное количество раз, вы говорите, до скольки? До 60 раз. До 60 раз. Да, в час. Самое большое количество остановок у наших пациентов, наш опыт, это 70 остановок дыхания в час. Представляете, до 60 остановок дыхания в час. Минимум 10 секунд. Умножаете на 70, посчитаете, как минимум, сколько они дышат в час. Итак, 60 остановок в час, это каждую минуту по 10 секунд, это 600 секунд, это 10 минут. Минимум. То есть, из часа, можете себе представить, из часа ночной жизни, ночного отдыха, 10 минут человек просто не дышит. Что происходит при этом с организмом, мы узнаем в следующей части нашей программы. Сегодня мы обсуждаем в консилиуме проблему храпа и апноэ. Это не просто деталь в поведении человека, которая может быть, скажем, ну, милой, может быть, или, может быть, наоборот, нелюбимой и мешает отдыхать. Это проблема, которая может очень сильно усугубить серьезные заболевания и привести к тяжелым исходам. Внимательно слушайте, пожалуйста, те люди, у которых есть близкие, которые храпят, или если вы, например, храпите. Итак, сейчас мы коснемся храпа, как предвестника апноэ, как предвестника проблемы с остановками дыхания ночью. Излишнее расслабление мышц этой области частично перекрывает дыхательные пути, но человек еще может дышать. Давайте посмотрим, как это выглядит и как ужасно это влияет на окружающих. Кэмэрер. Кэмэр. 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 Итак, давайте вот сейчас мы даже попросим, если в первом фрагменте видео это еще было хоть, ну, так вызвало, может быть, улыбку на наших лицах, да, когда ребенок, бедный несчастный ребенок вскидывается от того, что папа рядом храпит, то второй момент напоминает фильм ужасов. Человек замирает, перестает дышать и кажется, что он умер. И через некоторое время он вдруг начинает дышать, продышивается и снова замирает. Можем мы этот фрагмент еще раз показать? Давайте вот именно вторую половину этого видео прямо сейчас и покажем. Оставьте нам микрофоны включенными. Вот остановка дыхания, да? И вот он, организм захотел кислорода, человек начал дышать. Вот он продышался и опять дыхание потихонечку угасает. Вот это и есть то страшное апноэ, о котором мы сейчас говорим. Апноэ, которое, ну, можете себе представить, например, больные с сахарным диабетом, чуть-чуть забегу вперед, больные с сахарным диабетом очень сильно страдают от нарушения, у них плохо кислород доставляется к тканям, нарушение микроциркуляции. Можете себе представить, насколько усугубляется тяжесть их состояния, когда кислорода в крови становится в два раза меньше, чем должно было бы быть? Насколько, что там происходит с тем потенциальным некрозом, с этими несчастными стопами гангренозными? Итак, давайте обсудим. Существует ли храп, не связанный с апноэ? Да. Неосложненный храп. Неосложненный храп. Начинается всегда неосложненный храп. Но в любом случае он предвестник. Да. Но в любом случае он предвестник. Сам храп по себе, он невинен или тоже есть вред? Самого храпа по себе тоже есть вред. Первый момент – это дискомфорт для окружающих. Второй момент – это человек, который храпит, все равно не высыпается. Почему? Потому что на первой и второй стадии нон-рем-сна человек не усыпает глубоко. Он сам себе будет за счет такого ритмичного сотрясания мышц ротоглотки. И человек не усыпает до глубоких фаз, соответственно, не получает полного удовлетворения от ночного сна. Полное удовлетворение – это ладно, но он еще может начать толстеть ведь, доктор? Дело в том, что многие гормоны вырабатываются только в определенные фазы сна. У апнойщиков, как правило, отсутствуют глубокие фазы сна. Не вырабатывается соматотропный гормон, который приводит к накоплению веса даже без избыточного переедания. Итак, я переведу с медицинского языка на человеческий. В глубоких фазах сна, как раз в тех, к которым храпун не может прийти, организм вырабатывает гормон, который нормализует деятельность функционирования всех систем и в том числе не позволяет нам с вами жиреть. Если человек спит поверхностно и храпит, в этом случае гормон не вырабатывается и человек начинает повышать вес. Прогрессивно набирать вес. И что очень важно, жена этого человека, которая поверхностно спит благодаря ему же, тоже начинает набирать вес. Так что, уважаемые жены, чьи мужья храпят, вы понимаете, о чем мы говорим? Возможно, ваш повышенный вес, основа лежит в храпе мужа и в вашем поверхностном сне. Хорошо, вот этот вот продолжительный на протяжении, предположим, нескольких месяцев и лет поверхностных сон, к чему он приводит? Ну, постепенно, если вначале это просто неудовлетворенность с ночным сном, снижение концентрации, человек встает какой-то как несобранный, постепенно это приводит к избыточной сонливости. Вначале это только вечером, после ужина возле телевизора, потом это приходит в обед. В самый крайний случай появляется сонливость в непредвиденных ситуациях, то есть на совещании, в трамвае, на светофоре. И, ну, это уже крайние случаи такие. Вы говорите, то есть возникает опасность ДТП, человек засыпает за рулем автомобиля. Да, и такие ситуации есть и в Украине, не только за рубежом. Давайте посмотрим, что ответили на вопросы о вреде, связанном с храпом. Другие одесские врачи посмотрим, знают ли они вопрос. Конечно, храп может быть без апноэ. То есть апноэ – это у нас остановка дыхания. Храп может быть без апноэ. Опять же, причина храпа, масса причин, должно быть сужение, опять же, верхних дыхательных путей. Это масса заболеваний, которые могут привести к этому сужению. Опять же, гипертрофия миндалин, гипертрофия язычка, искривление перегородки носа, инфекционные заболевания дыхательных путей. Мне приходит на ум такое самое частое инфекционное заболевание детей – это инфекционный моноклеоз, вызываемый вирусом Мемштейн-Бара. Вот он характеризуется тем, что очень сильно реагирует лимфоидная ткань носоглотки на вирус, увеличивается в размерах, и вдруг ребенок, маленький, субтильный, который спал, как мышка, начинает храпеть, как взрослый мужчина, как трактор. Бывает ситуация, когда, например, человек избыточно пьет, ну вот, расслабился, да, есть понятие, расслабился на природе. Человек принимает какие-то препараты, расслабляющие мускулатуру, например, на фоне болевых корешковых синдромов. Есть такие препараты миорелаксанты. Параллельно выпил алкоголь, и вдруг у него ослабли те мышцы, которые должны удерживать создающееся отрицательное давление. Вот бывают такие транзиторно возникшие храпы. Безусловно, бывает храп, не связанный с опной, но в начале, когда такой легкий храп, но когда это храп уже такой длительный, хронический, с сильным вдохом и необходимостью выдоха, и когда это невозможно сделать ни вдох, ни выдох, вот это и приводит к опной. А в начале храп, да, это вроде как безобидный слуховой такой феномен, который мешает окружающим, а потом уже мешает самому храпуну. Человек не ощущает то, что он просыпается, как правило. Как правило, вот эти опной сопровождают храп, и именно он является, именно храп является причиной обращения пациентов к врачу. И то больше жалобы не на храп, а жалобы на родственников, которые жалуются на храп. Но когда мы уже более детально начинаем расспрашивать, то есть просим прийти с супругом или с супругой, которые являются слушателями невольными этого концерта, начинаем расспрашивать, они говорят, да, бывают остановки и задержки дыхания во сне. Да, храп может быть не связан с опной и не провоцировать опную. Это связано с лор-патологией такой, как деформация носовой перегородки, парез мягкого неба, что просто затрудняет проводимость воздуха по верхним дыхательным путям. И не вызывать центральных изменений, которые приводят к остановке дыхания. Ну что ж, давайте мы с вами сейчас еще покажем вообще все, о чем мы говорим, оно документируется. Мы с вами достаточно неплохо знаем, что существует такое понятие, как электрокардиограмма, есть такое понятие, как электроэнцефалограмма. И вот врачи-сомнологи, когда они анализируют процессы, они совмещают несколько показателей. Перед нами сейчас на иллюстрации, вы видите диаграмму, где совмещено. Вот видите, здесь четыре линейки электроэнцефалограмма, это показатели мозга. Вот сердечко работает ритмично, электрокардиограмма. И вот здесь эти три линейки, вы видите ритмичное дыхание человека. Вот отсюда до сюда мы видим дыхание за три минуты приблизительно. Да, доктор? Ритмичное дыхание, оно как сердце, видите, очень одинаково бьется. И насыщенность кислорода, если оператор сейчас крупнее покажет, на уровне приблизительно 99%. То есть все в порядке. Вот так выглядит дыхание человека. И при лечебной процедуре, мы видим здесь написано терапевтическая ночь, будет выглядеть точно так же. А теперь внимание, мы смотрим на то, как проводит три минуты человек, страдающий апноэ. И вот посмотрите, у него жуткие изменения в электроэнцефалограмме. Видите, какие тут зубцы пошли? Посмотрите, у него остановка сердца на 9 секунд при электрокардиограмме. А теперь смотрим на его дыхание. Видите, перед остановкой сердца дыхание остановилось. После этого он задышал, после этого он опять остановил дыхание. И соответственно смотрим на то, как кровь оказывается, показатели насыщенности крови кислородом снижаются до 50%. В два раза от нормы. Вот это можно назвать фактически вот такой маленькой смертью. Я думаю, что человек ослабленный, он действительно может в результате и действительно умереть. То есть вот эта 9-секундная остановка сердца может просто продолжиться, и человек не проснется утром. По сути, от внезапной сердечной смерти отделяют буквально секунды. Да, и никто не знает, где эта граница и проснется ли этот человек. Хорошо. Кроме храпа, давайте мы сейчас узнаем, какие еще симптомы и ощущения от жизни испытывают люди, страдающие апноэ. И снова смотрим интервью одесских врачей. Есть и другие симптомы, конечно, кроме храпа при апноэ. Это какие симптомы? Это сонливость. Сонливость. Это такие нарушения, как во время апноэ, во время частых апноэ тяжелых, может быть НУРС, то есть непроизвольные мочи спускания во время сна. Самое главное последствие – это нарушение самого сна. Сон на самом деле разный. Начиная с 11 часов до 4-5 утра происходят разные фазы сна. Так вот, если они нарушаются, нарушаются разные фазы деятельности нашего организма. В каждую фазу сна вырабатываются особые гормоны, которые прогнозируют и планируют наш будущий день. Так вот, если храп нарушает какую-то фазу, нарушается какая-то часть нашего будущего дня. Но самая дорогая фаза сна и самая главная закладка – гормональная, эмоциональная – происходит в третьей, четвертой фазе сна. Так называемая еще есть быстрая фаза сна – REM-фаза сна. Есть такие вот. Если они нарушены, то вдрызг нарушен день вообще. Есть совершенно очевидные для человека утрата качества жизни, утрата сил. Необъяснимая сонливость, необъяснимое плохое настроение по утрам, головная боль по утрам, нежелание что-либо делать. Многие жалуются на это. Очень быстрая истощаемость не только физическая, но и психическая. То есть то, что раньше удерживала голова, то, что раньше легко собиралась информация, то, что раньше было легко сдержаться в каких-то ситуациях психоэмоциональных, вдруг выходит из-под контроля. Я вроде проснулся, а вроде бы я и не спал. Нету радости пробуждения, нету ощущения сна. А когда человек не выспался, ну какой должен быть человек? Он должен сесть за руль, должен работать, должен соображать. Ему все трудно делать, он все делает через силу, потому что он не выспался. Помните, утро вечера мудренее. Давай передумаем, переспим. То есть во сне тоже происходит обработка информации, которая получена в предыдущий день. Переработалась, и мы пришли к решению светлому, правильному уже на следующее утро. Утро вечера мудренее. Вот этого не происходит. Человек с нормальным исходным давлением вдруг начинает быть гипертоником, и врачу тяжело на эту гипертонию воздействовать. К чему может привести повышенное артериальное давление? Это риск инсульта в ночное время и, соответственно, в тяжелых случаях летального исхода. К чему может привести нарушение ритма сердца? Различные виды аритмий тоже вплоть до тяжелых фатальных осложнений. Апноя приводит к тому, что у человека возникает снижение концентрации кислорода в крови. И любое хроническое заболевание, конечно, будет усугубляться при развитии апнои. Ну что, я думаю, что серьезность проблемы вы поняли. Но, в принципе, наверное, вам не стоит дежурить рядом со своими близкими для того, чтобы попытаться записать на видео. То, как и не спят. Для этого нужно обратиться к специалистам. И сейчас мы обсудим, из чего состоит реальная полная процедура диагностики апнои. Итак, начнем, доктор, если можно, с вас. После того, как вы побеседовали, вернее, нет, начинается же с беседы. Да. Еще раз давайте повторим внимание, запоминайте, вопросы, которые специалист должен задать человеку для того, чтобы изучить, есть ли риск апнои, присутствует ли там апноя. Ну, первый вопрос, храпит ли человек. Храпит ли вы. Есть ли наличие храпа, удовлетворенность ночным сном. Удовлетворены ли вы ночным сном. Даже при достаточном количестве времени сна, что немаловажно. Второй момент, поднимается ли ночью в туалет. Частые ночные спускания. Встаете ли вы ночью, да. Женщины и мужчины не имеют значения. Да, в норме, извините, в норме человек встает? Может и не вставать. Здесь закономерно поднимаются 3-4 раза. Как минимум. То есть 3-4. Ну, как бы один подъем в туалет, это более или менее нормально, в зависимости от... Эпизоды, это система, это ежедневно, каждую ночь. Ну, как бы случайно бывает у всех по-всякому, да. Если это система ежедневная... То есть тоже напился комфота вечером. Да. Ну, говорится о том, что это происходит систематически. Систематически... 3-4 раза за ночь человек встает, отправляется в туалет. Так дальше. Появляется сонливость. Беспокоят ли вас сонливости? Ну, опять, то же, что я говорила. Вначале это засыпание перед телевизором, вроде бы как закономерно. Покушал, расслабился, уснул. Но постепенно засыпание уже происходит в неподготовленных местах. На собрании, на совещании, в театре, то есть там, где сон, ну, как бы абсолютно незакономерен. В транспорте, на светофоре. Вот крайнее проявление сонливости, это вот эти короткие переключения перед светофором, и пациент, страдающий с синдромом обструктивного пноя сна, может в это время уснуть. Реально. И проснуться, когда ему уже сигналят. Когда ему уже сигналят. Гипертония. Водители внимания, да. Гипертония, то, что я говорила. Плохо поддающийся лечению. Ночные какие-то пробуждения с сердцебиением, чувство удушья. Иногда пациенты просыпаются. В основном вот эти апнои происходят незаметно для конкретного пациента, но части сопровождаются ночными пробуждениями и чувством нехватки воздуха. Ну, где-то больше половины случаев приводят, конечно, родственники, которые слышат, как спит муж, брат и так далее. Очень важно. Причиной обращения к врачу является не желание пациента, как правило, его приводят родственники. Родственники. Чаще приводят жены мужей. Жены, да. Чаще жены приводят. Которые же не выдерживают этого. Но иногда, я так понимаю, при исследовании обнаруживается, что проблема есть у одного и другого. Да. Это тоже важно. Итак, привели человека. Какие уже, скажем так, инструментальные методы исследования применяются для того, чтобы проблему уже полностью осознать? Стартовую ситуацию Лариса Михайловна уже описала. Это классический опросник. Единственное, что мы еще уточняем обязательно, видят ли родственники остановки дыхания во сне, наблюдают ли они, и храпит ли настолько сильно, что слышно через закрытую дверь или нет. Следующий этап, это уже непосредственно инструментальное исследование. Это так называемое поле, как вы говорили, много-много записей полисомнография. Она, в общем-то, делится принципиально на две ночи. Диагностическую ночь, когда мы одеваем наши приборчики, много датчиков, и смотрим, что происходит в реальной жизни с человеком. И вторая часть, это терапевтическая ночь, которая проводится на следующий день, уже с использованием так называемой СИПАП-терапии. Так, давайте уточним. Итак, человек оказывается у вас или у вас в лечебном заведении, и вы говорите, вам придется у нас провести две ночи, как минимум. На него надеваются датчики для электроэнцефалограммы, на него надеваются датчики для электрокардиограммы, также ведется видеозапись, дыхательные потоки, храп, изучение дыхательных потоков и записывается звук. Движение воздуха в носу, движение грудной клетки, движение золота. И одеваются датчики, характеризующие вот эти мышечные подергивания, тоже это все фиксируется. Да, я видел на видео, когда человек после нескольких неудачных попыток сделать вдох во сне, начинает дергать ручками и ножками перед тем, как проснуться. Мы не упомянули еще один важный датчик, это датчик определения насыщения крови кислородом, потому что степень тяжести определяется количеством остановок дыхания в час и насыщением крови кислорода. Итак, человек проводит такую диагностическую ночь, и после этого вы изучаете и выявляете степень, скажем, наличие и степень процесса. Да, за исключением одного маленького момента, после заполнения анкеты мы понимаем, риск апноэ высокий или нет. Если риск апноэ высокий, тогда однозначно две ночи. Если риск апноэ низкий, мне кажется, что я храплю, тогда мы можем предложить скрининговую полисомнографию или домашнюю версию, которая используется, в общем-то, только два анализа, три вернее. Это насыщение кислородом крови, это движение воздуха в носу и наличие храпа. То есть вы в лечебном учреждении на человека надеваете какие-то датчики, и он отправляется проводить ночь дома? Мы показываем, как их одеть, и дома либо пациент сам одевает, либо ему помогает группа поддержки. Понятно, хорошо, спасибо. Мы не будем пока что забегать вперед, потому что существует вторая ночь, терапевтическая. Терапевтическая ночь включает в себя пробное, я так понимаю, применение лечения, которое будет показано в случае, если мы выявим апноэ. В чем суть этого лечения, мы узнаем в следующей части нашей программы. Итак, уважаемые телезрители, в сегодняшнем консилиуме мы обсуждаем недооцененную многими врачами первого уровня и серьезно оцененную специалистами проблему храпа и апноэ. Это когда на протяжении сна человек, ну, происходят остановки дыхания, соответственно, понижается уровень кислорода в крови, что приводит к развитию или утяжелению течения целого ряда серьезных заболеваний. Может привести и к смерти. Мы показывали на таблице, как у такого больного человека мы увидим, еще раз мы покажем, у него в результате вот таких вот остановок дыхания, которые мы здесь видим, останавливается сердце. Представляете, это данные реального человека. На 9 секунд остановилось сердце. На самом деле сердце могло и не запуститься, человек мог умереть. Сначала при диагностике такого заболевания есть диагностическая ночь. К человеку присоединяют датчики электроэцефалограммы, электрокардиограммы, измеряют уровень кислорода в крови, измеряют движение грудной клетки, живота, записывают на видео и микрофоном слушают, храпит ли он. В результате получаются вот такие серьезные, это называется мультисонография. Это комплексное исследование, которое позволяет выявить риски для человека. Вторая ночь называется терапевтическая. И кроме всех датчиков на человека надевается прибор, который должен помочь ему дышать. Если можно, суть действия этого прибора, это же не просто маска от баллона с кислородом. Нет, все достаточно просто. Это воздушный компрессор. Он подает воздух под давлением. За счет того, что подается воздух под давлением, в глотке это просто мышечная трубка. Создается воздушная подушка и практически с первой ночи апною убирается. То есть воздух под давлением, когда человек пытается вдохнуть, это повышенное давление все-таки проталкивает это сомкнутые дыхательные пути, и воздух попадает в легкие. И человек спокойно дышит точно так же, как и обычный, не болеющий, ничем человек. Вот вы начинали показ полисомнограммы. Это как раз часть терапевтическая ночь. Вот по сравнению с первой частью там заметно остановок дыхания нет. Давайте еще раз покажем. Возьмите, пожалуйста, общий план полностью, вот этот прямоугольник. Вы видите, какой бардак творится с электроэнцефалограммой, остановка сердца. Вы видите, какой ужас с дыханием. А теперь откроем картинку, вот так выглядят все эти процессы у человека под СИПАП-терапией. Когда воздух из специального прибора подается под давлением легким, для того, чтобы человек мог нормально дышать. Видите, все в порядке. Все зубцы ритмичные и нормальной формы. И, то есть, когда на основании терапевтической ночи вы выясняете, что процессы нормализуются, вы уже можете давать рекомендации на дальнейшее. Рекомендовать пациенту использовать СИПАП-терапию ежедневно, не менее 8 часов каждый день, в течение 9-12 месяцев постоянной СИПАП-терапии. Какие шансы есть на то, что человек, скажем так, после этого сможет избавиться от прибора? Или ему до конца жизни теперь надо будет дышать с ним? Это все очень индивидуально и зависит от причин возникновения храпа, остановок дыхания во сне. Если это проблема нервномышечного аппарата, то обещать, что через 9-12 месяцев пациент уйдет от терапии нереально. Если это преимущественно связано с избыточным весом, то снижение веса в течение вот этого длительного периода приводит к нормализации, ну, уходу от дыхательных расстройств, так скажем. Хорошо. Давайте мы сейчас посмотрим и говорим это сложное слово – СИПАП-терапия. Давайте посмотрим, как она выглядит. СИПАП-терапия была создана сомнологами для пациентов с тяжелым и средне-тяжелым апноэ во сне. Она устраняет остановки дыхания практически в 100% случаев. Что же представляет собой СИПАП-терапия? Это искусственная вентиляция легких. Специальный аппарат, так сказать, закачивает воздух в легкие человека, в то время как он спит. Устройство состоит из специальной маски, которая одевается на лицо перед сном. Маска соединена гибким шлангом с прибором. Он-то и подает воздух в маску, а из нее – в дыхательные пути человека. И хотя пациент во сне где-то напоминает слона с хоботом, аппарат помогает ему дышать. А значит, не умереть во сне. Спать с маской нужно всегда, как, например, делает одна из героинь сериала «Последний человек на земле». Каждую ночь и во время дневного сна так же. Кэрол! Что-то случилось? Ты опять жужжишь во сне. Ясно, я подтяну маску. Обычно я ее не затягиваю, чтобы не давила, но раз тебе мешает... Да, да. И вообще, тебе обязательно эту штуку носить? О, Фил, ночное апноэ – это такая же часть меня, как перхоть и громкие ночные буги – часть тебя. Нужно отметить, что современные СИПАП-аппараты подстраиваются под дыхание человека и изменяют величину лечебного давления в зависимости от фазы его дыхания – вдох, выдох, конечная фаза выдоха. Также они увеличивают подачу воздуха в периоды дыхательных пауз, чтобы их преодолеть и не допустить возникновения кислородного голодания у человека. Ну что ж, теперь давайте коснемся эффективности лечения. Насколько вот, ну, достаточно серьезно выглядит, да, эта система? Особенно пациентка. Да, каковы ощущения пациента? Ну, вы знаете, насчет ощущения эффективности нужно на секундочку вернуться обратно. Вот как неотъемлемая часть жизни пациентки, мы говорили, можно уйти в течение года или нет. Если это центральное апноэ, то уйти действительно невозможно. Если это абструктивное апноэ, и тем более связанное с избыточным весом, тогда можно уйти действительно сбросив вес, уйти из зоны риска апноэ. Соответственно, эффективность. Человек, который имеет высокие индексы апноэ, выспавшись уже в первую терапевтическую ночь, готов свернуть горы. Он готов бегать, прыгать, активничать, любить. У нас пациенты говорят, дайте нам во дворе лопату, мы расчистим весь двор энтосаны от снега. Поэтому при наличии тяжелых форм апноэ, эффективность видна с первой ночи. То есть, я так понимаю, вот это кошмарное ощущение, гнетущее постоянной усталости, оно уходит довольно быстро? Практически с первой ночи. Практически с первой ночи. И пациент это замечает и ценит? Ну, он это оценивает, потому что у него впервые уходит желание поспать. И более того, у некоторых пациентов укорачивается, если они, допустим, раньше спали больше и эффективность была ниже, то время ночного сна может даже уменьшиться, но оно будет полноценный сон за счет полноценности сна. Хорошо. Давайте теперь, если можно, прокомментируем, когда у человека восстанавливается сон, когда вот снабжение кислородом происходит нормально, как это влияет на течение основных вот сопутствующих заболеваний? Назовем давайте их и как бы что происходит? Ну вот смотрите, мы обычно говорим о ключевой цифре возраст 50 лет. Те, кто помоложе, это вопрос комфорта, те, кто постарше, это принципиальное событие. Это контроль артериального давления. Это трудности с подбором терапии сахарного диабета, гипогликемической терапии, антигипергликемической. Это проблемы с артериальным давлением. При нормализации сна уменьшаются дозы гипогликемических препаратов, сахароснижающих, уменьшаются дозы препаратов для контроля артериального давления. При длительном использовании, то есть когда уже проходит не только первый эффект, вот я выспался, мне хорошо, но когда и нормализуется процесс метаболизма, снижается вес, когда нормализуется процесс метаболизма, улучшается работа сердца, уменьшается степень отеков, если они существуют у пациента с застойной сердечной недостаточностью и много-много других факторов. Понятно. Хорошо. Что мешает человеку? Я так понимаю, аппараты, вот эти аппараты для СИПАП-терапии, я думаю, что они доступны в интернет-магазинах, наверное. Что мешает человеку, самостоятельно не обращаясь к вам, взять, приобрести себе такой аппарат и спокойно себе дышать ночью? Ну, потому что аппараты, которые продаются в интернете, ну, во-первых, они непонятного качества, как минимум. Приборы, которые мы предлагаем, мы, это медицинские сертифицированные приборы, и мы несем ответственность за то, что мы делаем. Это первый момент. Второй момент. В любом приборе, даже в нашем, выставлены параметры терапии по умолчанию, на усредненного пациента. Но это не значит, что для данного пациента эти параметры вентиляции подойдут. Поэтому неправильная вентиляция не будет давать должного эффекта. Может навредить, в принципе, наверное, даже. Ну, по крайней мере, как минимум, да. Но я так понимаю, что если сама диагностика заболевания подразумевает такое объемное количество исследований, то и лечение, наверное, подразумевает комплексный подход. По сути, терапевтическая ночь ставит перед собой как минимум две задачи. Ну, помимо того, чтобы расслабиться, поспать, привыкнуть к маске. Первая задача – это пробная СИПАП-терапия с созданием положительного давления. Но, если мы не видим эффекта от стандартного набора параметров, о которых говорит Лариса Михайловна, мы проводим так называемые титрации. То есть, во время сна пациента, как я говорю обычно, для того, чтобы вы спали, не спит 8 человек. Во время сна пациента происходит подбор в ручном порядке, подбор режима вентиляции от конкретного аппарата конкретного пациента. И в этом и есть, по сути, разница от получения приборов из сертифицированной лаборатории либо получения приборов из интернета. Какие настройки ставят в интернете? То есть, 8 человек во время вот этой терапевтической ночи подбирают режим лечения? Участвуют. Участвуют. Спасибо большое. Итак, смотрим интервью одесских врачей с ответами на вопрос по лечению основы апноэ при помощи СИПАП-терапии и эффекта этого лечения. Многие уповают на лекарства или уповают на оперативное лечение. Но на сегодняшний момент уже, наверное, в течение 30 лет эффективность так называемой СИПАП-терапии, то есть аппаратная терапия, позволяющая ночью создать то давление, которое не позволяет спадаться дыхательным путям. И не позволяет человеку попасть в ситуацию длительной, накапливающей гипоксии мозга. То есть то, что является не только с точки зрения качества жизни на долгие годы плохо, а то, что просто может привести к внезапной сердечной смерти, что непоправимо. Если апноэ обструктивная, тогда мы, как отоларингологи, можем пытаться на него воздействовать хирургическим путем. То есть что-то суживает глотку, поэтому мы можем выполнить операцию, направленную на расширение этого пространства. Комбинация, что мы там будем уменьшать в размере, зависит от каждого конкретного человека. Самая частая комбинация – это уменьшение в размере небных миндалин. Мы иногда в случае апноэ можем им пожертвовать, даже как важным органом иммунной системы. Потому что если сравнить, что хуже, потерять вот эти органы иммунитета, либо иметь вот такую проблему в виде сонной апноэ, то сонная апноэ значительно опаснее. Мы можем пожертвовать этими миндалинами в ряде случаев. Мы можем уменьшить в размере мягкое небо, то есть вот эту небную занавеску, и язычок. Иногда выполняется операция по уменьшению корня языка. Иногда выполняются значительно более сложные операции, крайне официальные, по выдвижению нижней челюсти, для того, чтобы, опять же, увеличить вот это самое пространство. Но это уже в содружестве с челюстно-лицевыми хирургами. Если же эти апноэ имеют центральное происхождение, да, из ствола головного мозга, то есть там происходят какие-то проблемы, то, к сожалению, здесь вариантом выбора остается только СИПАП-терапия. Это специальный прибор, который во время сна нагнетает человеку воздух в дыхательные пути. Это позволяет спасти его здоровье, жизнь и благополучие. Самая страшная причина – это центрального генеза. То есть, когда надо решать проблему, если там опухоль, то есть с нейрохирургами, с онкологами, с невропатологами, либо инфекционного генеза с инфекционистами, то есть с невропатологами, если есть хроническое нарушение мозгового кровообращения, острое. Если это чисто механическая проблема, когда есть сужение дыхательных путей, естественно, это хирургически убирается. Та же выраженная гипертрофия миндалин, тонзилоктомия, то же искривление перегородки, то есть с пластикой этой перегородки, когда исключается этот дефект. Есть еще один хороший метод – это неинвазивная вентиляция легких, когда создается положительное давление в верхних дыхательных путях, и тем самым не происходит спадение дыхательных путей. Этот метод используется именно при обструктивном типе. Ну, лечение – это, как всегда, много, но прежде всего образ жизни. Давайте бросим курение, употреблять алкоголь, вовремя ложиться, делать гимнастику для нашей шеи, укреплять наши мышцы, гортани. То есть там целая своя система. Правильно спать, правильно ложиться. То есть я бы сказал, что вот это все вкладываю понятие – поменять образ жизни. Лечить основное заболевание, не давать храпунам снотворных, транквилизаторов, не передать перед сном, то есть и подготовка ко сну должна быть. Мы говорили о физзарядке. Медикаменты надо дать определенные. Но и самое главное при тяжелом и среднем опное – это поддержка мускулатуры гортани. Называется СИПАП-терапия. Для этого есть специальные аппараты – маска. Может быть, наши телезрители видели это в кино. За рубежом это обычная ситуация. У нас это необычная ситуация. Я видал, когда дед едет на машине с маской, за рулем. Ничего страшного не происходит. Он на машине с рулем. И правильно рулит, куда надо. Так что целая система. От изменения образа жизни до СИПАП-терапии. Это специальные аппараты, которые созданы для этой цели. Мне тоже нравятся эти рекламы, когда Петрович вдруг становится ведущим. Специалистам по лечению простатита и назначают своим друзьям по нардам или шашкам простатилен. Что касается опнои – это смертельно опасно. Заниматься самолечением – это смертельно опасно. Более того, иногда промедление стоит жизни пациентов. Я, к сожалению, знаю, и не только я, и те специалисты, которые занимаются лечением данной патологии, владеют такими примерами, которые, к сожалению, приводят к смертельным исходам, когда даже не лечение бывает таким вот, приходит к таким вот исходам. Ну что ж, если вы обнаружили у близкого человека вот такие приступы остановки дыхания ночью, немедленно отправляйтесь к врачу. Ну а нам остается, наверное, поддержат меня эксперты, я попробую сформулировать за нас всех, пока не наступило апноэ, пока начался легкий храп. Итак, прекращайте употребление алкоголя, бросайте вредные привычки, понижайте вес тела, правильно готовьтесь к сну, не применяйте снотворные препараты. Делайте так, чтобы прожить подольше и радовать близких, вместо того, чтобы мучить их своим состоянием здоровья. И, кстати говоря, женщины, помните, если ваш мужчина храпит, выполняйте. Я хочу, чтобы вы это запомнили. Спасибо большое уважаемым экспертам, спасибо вам, доктор. Ну и в случае серьезных проблем обращайтесь к специалистам. Впереди рубрика «Надежда на будущее». Смотрите последние открытия изобретения в области медицины и здоровья. В ближайшее время медицина станет еще прогрессивнее. Всего доброго и до свидания. Специалисты решили использовать Google Glass, чтобы помочь детям-аутистам. Изобретение будет помогать детям распознавать и классифицировать эмоции. Ученые полагают, что такого рода понимание – один из важнейших ключей общения и социализации, которые помогают в том числе и укрепить уверенность детей в себе. В исследованиях участвует примерно 100 детей. Создатели устройства пока сосредоточились на четырех важных эмоциях – счастье, гневе, грусти и удивлении. Универсальная вакцина от гриппа будет испытана на людях. Предполагается, что она сможет защитить от наиболее распространенных штаммов гриппа. Эффективность уже была продемонстрирована в экспериментах на животных. Создатели вакцины поясняют, что она не препятствует заражению, но ингибирует распространение вируса в организме. Ученые создали тончайший электрод, который можно будет прикреплять к коже, подобно временной татуировке. С его помощью можно будет улавливать электрические сигналы от мышц, записывать их и изучать. Биоинженеры и физиотерапевты разрабатывают устройство, которое поможет детям с подозрением на ДЦП развивать моторные и когнитивные навыки. Пилотный проект прошел успешно, и теперь ученые начинают следующие испытания, в которых будут участвовать 56 детей в возрасте от 4 до 8 месяцев. Аппарат под названием СИПСИ – самоходный лежачий ползунок, состоит из мягкой лежанки, куда на живот кладется ребенок. Движение малыша фиксирует 12 датчиков, отсылающих свои показания компьютеру, а множество камер постоянно фиксируют положение каждой конечности ребенка. Сама лежанка закреплена на трех колесиках, а на ребенка надевается подобие комбинезона из ремней, на которых тоже есть датчики. Пилотные испытания показали, что дети, одетые в временной комбинезон, чаще запускали робота-помощника. У них регистрировалось большее количество движений конечностей. На голове маленького испытателя закрепляется шлем с большим количеством электродов. Когда малыш делает движение, компьютер запускает алгоритм, анализирующий его действия, после чего робот помогает ребенку закончить начатое, прилагая дополнительное усилие, направленное в нужную сторону. Компания-изобретатель футболок, которая реагирует на загрязнение воздуха, объявила о начале продаж. В ткань футболок встроены специальные сенсоры, отслеживающие присутствие в воздухе угарного газа, радиации или частиц грязи. Если они обнаруживают их, одежда меняет цвет. Этому способствуют тепловые панели. Например, при увеличении концентрации угарного газа, черные полосы футболки становятся белыми. Создатели уверены, что такая одежда просто необходима жителям мегаполисов, так как покажет, какие районы города безопасны, а в каких находиться не следует. Редактор субтитров А.Семкин